За прошедшее время мы получили 2 единицы оборудования. Площадь не позволяет. Одна из них это пресс для сборки, запрессовки статоров в корпус мотора. И второе это растровый лазер для выполнения гравировки, для гравировки деталей, оснастки, маркировки, для изготовления шильдиков, табличек и все необходимое для того, чтобы мы могли выполнять требования управления качеством. Ну как модно сейчас называется, менеджмент качества. Манагеры, менеджменты. На самом деле есть русское слово и русский термин управления качеством. Поэтому еще один технологический процесс мы осваиваем, ставим. Это еще более повысит качество разработок. Ну и презентабельность, внешний вид, товарную привлекательность уже готовых опытных образцов. Прежде позволит выполнять сборку опытных образцов статоров. Аккуратно, точно совмещать пакет статора с ротором. И это стало возможно благодаря тому, что появились дополнительные площади, куда можно было все это поставить. Потому что сейчас во многом наше движение технологическое сдерживается отсутствием площадей. Потому что мы оплатили оборудование для окраски, порошковой окраски деталей. Но, к сожалению, установить его здесь возможности не представляется. Но она нам сейчас, эта технология нужна. Поэтому мы сейчас ищем площади, где можно будет произвести установку, откладку и эксплуатацию этого оборудования. Это то, что касается новостей. В отношении строительства, то, что всех, конечно, интересует. Работа идет напряженная, неоднозначная. Очень много вопросов. Поэтому все нюансы рассказывать, но, наверное, смысла нет, потому что это очень тяжелый процесс. Но он идет, движется, сроки проваливаются. И поэтому, когда стоял вопрос и говорил, что Дувинов сказал о том, что потребуется, наверное, больше инвестиций, чем планировали. Ну, это так, потому что тот график, который был заложен в бизнес-плане, в сетевом графике, он нарушается сейчас. Он нарушен. Уже мы отстаем от этого графика. А ведь это приводит к дополнительным расходам, связанным с арендой. И не только с арендой, это и налоги, это и заплаты, это все вместо. Поэтому задача сокращения отставивания – это одна из первоочередных задач. задача за исключением технических вопросов, задач по проектированию, изготовлению опытных образцов двигателей. И всех тех работ, которые нас приближают к возможности продажи разработок. Потому что вот неоднократно говорили, ну, если вы разработали, почему вы не продаете? Только вот хотелось бы задать один простой вопрос. Хорошо, мы сейчас даем, допустим, продаем техническую документацию, там опытные образцы продали. А потом заказчик, получив все это, заплатив деньги, тут же развернется и пойдет куда? В суд. Скажет, а я не могу втянуть, а я не могу загнуть, а я не могу прошить, я не могу. То, пятое, десятое. Потому что мы находимся в реалиях, именно тех реалиях, в которых заявлено, что боги, небожители, они не выполняют своих договорных обязательств. И всячески стараются их нарушать, готовы, ну, получить максимальную выгоду для себя. Если у вас есть возможность не платить, они не заплатят. Если есть возможность вернуть деньги назад, они вернут. Поэтому надо быть недалеким человеком, если соглашаться в таких условиях, когда у тебя нет возможности на своих площадях, на своих условиях все технологические особенности, реализуемость продукта, заниматься продажей. Ну, заниматься это нельзя. Это недовидно, а это как минимум глупо. И предлагать выполнять продажи и заключать коммерческие сделки в таких условиях могут либо люди, которые не понимают условия рыночных, не понимают, что происходит на этих сегментах. Я говорю, ну, откровенный провокатор. Вы, вот, смотрите, дело в том, что это не продажа технологий, это не продажа зубной пасты или туалетной бумаги. Тут действуют совершенно другие правила. И вот говорили, что вы будете делать в условиях, там, катастроф, катаклизмов, войны. Я могу сказать следующее, что война идет, и она никогда не прекращалась. Идет экономическая война. Горячей фазы нет, но война идет серьезно между технологиями, между цивилизациями, между идеологиями, между сегментами рынка. И это происходит между разными культурами. И идет война очень серьезная. И пока что Россия проигрывает. Потому что, посмотрите, если раньше Россия занимала 52% рынка двигателей мирового, сейчас 0,01%. И не мне вам объяснять, что происходит с другими, с других отраслями. И, наверное, многие знают, что за последний квартал сильно вырос отток средств за пределы Белорусской Федерации. Наверное, все видели, что и читали в прессе, что происходит в ряде медучреждений, когда люди увольняются поголовно. Мы сейчас уже пожинаем плоды. Вот это экономическое бойни, которое идет. В 90-х годах было в одной форме велось. Сейчас в другой, потому что ситуация другая. Сейчас применяются другие методы, способы, другая тактика, другая стратегия. И поэтому мы с вами действуем в реальных условиях, в которых обещается много, рассказывают много про всякие программы, про энергоэффективность, про все, что угодно. Но на самом деле слова зачастую расходятся с делом. И для того, чтобы на этих рынках работать, надо хорошо понимать, что там происходит, какие законы действуют, в каких условиях мы находимся. и как можно разговаривать, как с потенциальными покупателями, так и с потенциальными партнерами. Потому что сейчас зачастую обращаются, говорят, что вот нас интересуют ваши моторы, двигатели и так далее. Я говорю, хорошо, давайте сформируем технические требования, что вы хотите, какие нужны параметры и так далее. Они говорят, ну нет, 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 мы вот него кроме не хотим оплачивать, ничего. Я говорю, почему? Нет, мы вот хотим у вас купить двигатель, который был бы максимально адаптирован под наши нужды. Я говорю, а кто должен адаптировать его? Ну мы не знаем, мы вот хотим купить. Вот если вы согласитесь все это сделать, я говорю, а что, бесплатно? Ну мы же, говорят, у вас моторы будут покупать? Я говорю, сколько? Ну и так далее, да? Я говорю, а давайте теперь посчитаем. Я говорю, хорошо, я тогда заложу эту всю стоимость мотора и вам продам. Давайте посчитаем, сколько будет стоить мотор. Я говорю, ну зачем, мы хотим покупать по тем ценам, которые действуют вообще плохо. Я говорю, понятно, вы хотите купить специализированный мотор, специализированный двигатель по цене массового продукта и энергоэффективного. По этой цене? Да. Вам кто-нибудь, наверное, продает их? Нет, ну мы ищем. Я говорю, ищите, ищите дальше. Потом спустя время приходят, а у них уже раз, и фирмы нет. Созваниваемся с ними, они приходят, давайте, может, мы как-то вот, мы готовы вам там продавать, стать вашими дилерами. Я говорю, ребят, а как же ваш продукт? Да нет, мы уже это самое, все, мы его уже не выпускаем. А что, не нашли? Да нет, не нашли. Что, я говорю, дуракую скажу. И вот такой бизнес, бизнес по-русски делается. Ну и за рубежом ситуация не лучше, потому что сейчас есть и такие же предложения в области краудинвестинга, потому что есть компании, есть фирмы, которые обращаются. Говорят, а как бы нам вот с вами проконсультироваться по вопросам привлечения средств. И начинают юрить. Я говорю, вы объясните конкретно, что вы хотите? Ну вот у нас там ситуация, пятая-десята, мы хотим привлечь деньги. Я говорю, привлекать я в эту причину. Ну и когда уже в открытую их выводишь, они говорят, в принципе, завершается чем? Дай деньги, либо пусть ваша команда будет собирать деньги для нас. Я говорю, ну вот это вот конкретно, ясно, понятно. Я говорю, ну а теперь объясните мне, пожалуйста. А деньги у вас на что? Начинаешь выяснять, оказывается, дырки завыкать. Да, они же во время там делали, были какие-то определенные просчеты, они потеряли средства, и теперь для того, что ты оборотных не хватает. Ну или еще, ну у всех по разным мотивам. Ну давайте, вы же умеете писать, давайте нам перерешите какой-нибудь там бизнес-планчик, мы тут это самое, компанию быстренько проведем, соберем деньги. Чего вам это стоит? Я говорю, нет, ничего. Только за одним исключением, что вы хотите проехаться на авторитете проекта СЛОМ. С чего вы взяли, что я на это пойду? Раз. Второе, кто на вас будет работать? Кто будет проводить рекламу, подготовку и все остальное? Предварительно, если вы думаете, что по вновлению волшебной палочки. Говорит, нет, а вы денежки вот дайте, вот те, которые у вас есть, пока раскрутимся, мы потом. Говорит, дыр под бубликой вам не дать. И таких предложений много. Говорит, вы что, полагаете, что у меня деньги в чулке сложены? Ну, а вы ошибаетесь. Все деньги, которые заходят, на них приобретаются оборудование. Проплачиваются работы подрядчикам за изготовление металлоконструкций для здания, за изготовление станков, оборудования и прочее, прочее. В том числе и разделы проекта. Поэтому мы деньги не держим. У меня нет денег в том виде, в каком вы понимаете. Все это запускается в оборот. Деньги должны работать. И они работают. А не лежать в мешке, или в чулке, или под подушкой. Это для дурака деньги счастья. Для нас деньги это средство. Поэтому каждый день, каждый день, каждый день идет все-таки работа. Помимо основной работы, помимо работы такой, что связанной с проектом, приходится много времени тратить на разъяснительную работу, так скажем. И при этом каждый день и каждый разговор, каждый переговор, каждый документ все время смотришь и должен держать ухо востро. Даже если документ проработан сотрудниками, все равно проверять личная проверка не помешит. Поэтому нагрузочка идет хорошая.